Добрый день вам видно вас не слышно голоса вашего нету посмотрите там а так слышно я так слышно ой я вас хорошо слышу а как вы вышли на наш канал в ю тубе но как случайно никак я вообще у меня не семья мы все крещённые но никто не в церковь не ходит никуда а я вот как в бога поверила но и мне не с кем-то пообщаться ну узнать какую-то информацию получить и я в интернет залезла и начала там что-то читать какие-то ролики смотреть смотрела там отца дмитрия смирнова смотрела андрея ткачева вот так и на вас вышло все случайно и так как то постепенно постепенно у меня отпали и дмитрий смирнов и отец андрей ткачев и опять с вами ну как на ваши ролики опять как-то так постепенно какие-то сомнения появляются оно как-то все обдумывается потом опять смотрю ваши ролики ну и в конце концов я уже ну сейчас пост идет и как-то я вот думаю ну телевизор смотреть не надо думаю все таки в пост надо воздержаться и больше хочется что-то про православие послушать что-то такое божие и вот сижу делом занимаюсь там что-то вижу себе коврики какие-то и слушаю смотрю ваши ролики ну вот так наш видеоканал он аналога не имеет вообще мировой сети вот вы допустим слушаете что-то они сидят там говорят это только дмитрия смирнова я сегодня полтора часа он там говорил я его слушал трачу время и большой написал ему ответ ну там кто может прочитает это он не отвечает словом божиим я их называю великие балагуры люди пришли не к ним я вот одно время вил занятия пяти университетах семи отделах милиции городское краевое воинские части школы десятки и у меня вопросов на сайте 4124 которые переведены в word и во всех вопросах отмечаю словом божиим нужно сказать что говорит святая библия любой вопрос это социология литература политика искусства во все везде надо вникнуть со зрением которое бог дает а не то что он смотрел встречался с кем-то участвую прослушал у него ни одного ответа правильного нету не то что мало ни одного он говорит и как ему кажется он балагурит просто я ему ответил здесь и сразу около 15 мест писания показал на один вопрос чтобы люди сидели у ног христа мы на суть божий предстанем все до одного все адам и ленин и сталин и апостол павел все до одного поэтому 12 глава 48 стих евангелия от иоанна говорится господь говорит я не сужу вас запишите иоанна 12 48 евангелия от иоанна 12 двоеточие 48 через двоеточие стих он карте они сужу слова которое я говорю она будет судить то есть это билет который мы на экзамене перед богом вытащим и на всех будет отвечено по библии до одного все отвечать будут по библии не сходятся значит нет ничего мы знаем что злой человек часто подковыривает там насмехается он злой неверующий матершинник там но какой бы он плохой не был он еще не сатана сатана это глава всякого зла ну допустим ладно плохой человек сатана но задает человек этот вопрос пришел вот допустим дмитрию смирнову что он ответит я сейчас считаю записки перекладывать на столе и вопроска он библию в руках не держал никогда я говорю вы виновны в тысячи смертей вы говорите что ждет россию женщины должны рожать не меньше восьми детей почему апостолы не заботились рожать поскольку а говорили идите благовестуйте ну нехорошо человеку быть одному я говорю где сказано было в раю когда ни одного человека на земле нету а сегодня ежедневно от недоедания и голода умирает 70 70 тысяч человек 70 тысяч на то у меня усарелые данные сегодня больше как куда наполнять то когда люди живут сто этажей один на другим земли нету из-за земли война то идет и он говорит как это у нас вымрет как тут придут другие люди тебе об этом думать не надо ты проповедуешь чтобы люди души спасли души а если этого нет весь мир приобретешь а душе повредишь какая польза евангелие настольная книга я к чему подговариваюсь на нашем форуме вы увидите библия мной начитала вот вам дома я не могу скачать а скачать вам прямо здесь прям непосредственно здесь а скачать там проще всего то есть у вас были бы большие диски у меня сейчас я вам покажу пока у меня есть секунду ну вот я читаю подождите-ка это у вас новый завет да да а где вы взяли его купила в церкви церкви правильно я вижу кресло с механической а целиком библии у вас нету нету но я знаете я в телефоне приложение нашла и я каждый день стараюсь читать там кусочек то что в храме сейчас читается апостолы и как это паучей когда рассказывать что там часа сейчас покажу секунду так наверно в телефоне что не увидите не будем тратить на нашем на нашем видеоканале целиком начитанная библия мной вы начнете с бытия там или где-то сделайте свое дело там что угодно женское там вяжете рукавички может готовить обед включила громкой и дочка может слушать если вам здесь допустим него неудобно а зарядите библии в интернете игнатий лапкин на гугл по гуглу зайти удобно я на вашем сайте зарегистрировалась я видела там не на сайте на нашем а вообще в мировой сети там другие перри и перри ставили себе и во многих местах дальше что и как понимать нужно это жития святых тоже тут же идут ролики здесь же идут мои проповеди здесь же добротолюбие идет здесь златоуст толкует это все я ежедневно выставляю по одному ролику ежедневно и у нас десять тысяч двести шестьдесят роликов так что и все они по папкам разложены вы как-то маленько разберитесь первым делом обратите внимание на святую библию посмотрите вот сейчас еще идет даниила кажется вы по порядка и выставляю сколько то время пройдет и мы уже подойдем по плотную к новому завету тогда бы а пока знакомьтесь то что есть первое которое насчитывал до ареста там в кгб его испортили я тогда насчитал уже прямо на компьютер очень чисто слушается легко вот если вам это подходит вы сегодня уже попробуйте прямо на нашу я слушала пыталась да я слушала златоуста но там такое качество звука и я не воспринимая понимаешь я не воспринимаю это понимаете это все лежало у них мы прятали под землей и надо держать определенной температуре два раза в год перекручивать с пленок пленки были катушки а теперь надо цифровать но расслышать можно что-то другого варианта нету но никто больше не насчитывает если бы насчитывали тогда бы было а жалко женским голосом нельзя я может быть попыталась как-то помочь в этом не знаю женский то нет там это златоуст может я полезно чем-то могла бы быть может начитать может нарисовать я я вам написал ни в коем случае без разрешения даже мыслить забудьте об этом потому что без разрешения приехали у нас нету а это никакого здания где останавливается поезд человек среди ночи не знает куда идти и идти там всего 30 минут ну там 40 а он двое суток шел ушел в другую сторону да ладно это летом ладно у него с собой палатка у него все с собой это человек который на украине и он нынче опять собирается вот если мы еще не раз поговорим здесь я буду задавать вам вопросы поинтересуйтесь тогда одной не ездить а с ним соединитесь угледар далеко от вас не я даже не не слышала такого города вас и где-то там где донбасс но я чернигов это возле киева но в общем-то сейчас это уже украина он может быть поедет не один лаврентий черниговский у нас юрист юрист не раз был человек очень хороший доверенный одни ни под каким видом не ездить дороге очень опасно и поэтому еще время есть у нас лагеря нету теперь отдыхают в домах мы в деревне переселились несколько домов купили и теперь все там оба оборудуем ну и вот один год уже прошел я был 45 лет начале детского лагеря 45 лет тысячи детей с родителями отдельно отдыхали ни один не два так что сейчас у нас маленько по-другому ну более оборудованно теперь у нас и здесь и холодильники готовят электричество ну все по-другому но дом или палатка это большая разница там нам бы палатку на костер нельзя и больше ничего нам не надо мы не привередливы нельзя нельзя над нами понимаете все время роспотребнадзор это которые наблюдают за этим мы ничего не могли сделать это полиция суды прокуратура на их стороне и поэтому лагерь пришлось закрыть а 45 лет был начальник сам основала его и и ничего нельзя сделать тут есть ролики где-то мне учили детей как убегать вы не видели их еще не когда приезжали там какие-то сейчас я вам скину туда вы посмотрите хорошо и они я просто скину все ролики про лагерь и вы вместе с дочкой посмотрите это не много смотрела про вами это примерно я сейчас не могу сказать например 130 роликов в лагере как гимнастику делает как мы молимся а эти-то которые смирнов ткачев они за столом сидят у них ничего нету а мы везде как мы работаем как с нуля деревню строим как приезжают люди ну дети играют купаются все заснято все то есть человек если желает что-то делать и не знает как он зайдет на наш видеоканал он поймет вот это встает так вот это вот работа вот это пруды восстанавливаем вот это на них нападают как мы обороняемся вот это колодец копают то есть все от как мы встали и как легли спать и даже я лег спать у меня интервью берут я уже под одеялом лежу я объясняю что означает муж подкаблучник я говорю даже ночью проповедует вот поэтому ну и все таки у нас посещаемость уже где-то 15 миллионов это не два человека и нас система занесла средства массовой информации вот 16 тысяч подписчиков последнее время говорят очень быстро идет почти по 100 человек подписываться каждый день хотя у нас ну не сравнить с такими которые там ставят великие люди мы просто живем живем и благодарим вот утренний завтрак вот наши утренние молитвы все мы абсолютно снимаем человек смотрит и учится это не за столом сидят и прихлебают там все хлюпают водой это вот один раз вы услышали сегодня у нас знакомство было дочка то далеко сейчас в школу пошла ну ладно я вам написал как к нам заходи сначала позвони это написать потом узнать ну и когда она придет может быть через неделю пока этот ролик я могу выстоять даже сегодня и вы она посмотрит как с мамой разговаривали не надо очароваться и не будешь разочаровываться есть такое а то человек себе накрутит что-то мы простые люди брат у меня священник вот вы сказали работаете там танцы преподаете это не христианское занятие не христианское потому что что такое танец это утонченный разврат утонченный разврат больше не вот в один раз услышали себя теперь и думаете хоть какую работу бери но нельзя там к табачим торговать водкой там ну что-то такое что должно быть не греховно я вот строитель всю жизнь дома строить там стелить полы бетонные стекольные красить печи делать это нужно и людям вот другого меня знакомо вот у нас живут староста сегодня приезжал из деревни который мы строим с нуля а и 21000 селений исчезли в россии и мы взяли землю где раньше жили статус получили и теперь работает уже школа работает храм построили бывшим как стенах здания там клуб был какой и приехал староста он пермер у него около 300 гектар земли это немножко потому что у нас сосед в другой деревне у него 7600 гектар 7600 то есть у него там и свекла и кукуруза и подсолнухи и ищемень и пшеницы но у нас у него только столько поэтому это сельское хозяйство это первая специальность накормить второе это текстиль одежда все что на нас есть третье это строительство а все остальные там позади так что надо смотреть и вписаться в это было у меня сомнения по поводу ну моего рода деятельность я со священником разговаривала он сказал ну ты же деткам преподаешь это физически как физическая нагрузка им это полезно потом да конечно уже когда подростки когда взрослые тогда не надо танцевать а вот в начале это я так успокоилась немножко но маленький как раз евреи говорят дайте нам ребенка до пяти лет а потом делайте что хотите уже не переделаешь вот он на вас самая большая ответственность вот эти там оленбургские пчелки под пчел сделали только крутят задницей и на весь мир прославились это уже развратницы на букву бэгар вторая буква алфавита другого нету посмотрите как мусульмане одевается посмотрите когда у нас на богослужение видели здесь не занимается наши девочки одеты это было не нравится это разные люди две общины у нас это люди которые привыкли руками махать тут посмотрите ткачев ведет когда там проповедь он быстро говорит а потом повернули экран то там заходят люди торгуют выходят он поет как соловей в кустах а там у него волки терзает овец он не видит у нас все по-другому у нас даже шепотом нельзя слова сказать в храме не переступать и люди знают куда пришли мы пришли прославить бога который нас создал деревня у меня брат он протоиерей ну видно как вот сейчас причащаются люди вот последние буквально ролики там ну если зайдете самое начало там видно в это воскресенье прошедшие как было как дети подходят приезжают видели да и видели ролик сам видел но я еще не просматривала а посмотрите а потом я вам сейчас внизу скину какие ролики про лагерь я много про лагерь видела роликов много ну ладно как бывший лагерь на теперь как у нас есть вы увидите это там и не наиграно именно в лагере как у нас по колоколу люди собираются встают там занимается спортом играми там все абсолютно есть так вопросы много много вопросов ну давайте немного хотя бы самое главное ходить храм сразу дочке скажите без храма никуда у вас православная церковь как московском патриархату у нас да вот это хорошо так и держитесь никуда есть у нас украинский но я сейчас не могу разобраться я знаю что какие-то были войны там у них они протестовать куда-то ездили я теперь вроде бы как кто-то говорит что украинский патриархат или очень это все для меня так непонятно я просто даже вот не знаю где украинские где русские где я вообще не могу разобраться понимаете вы узнаете скажите я чувствую что где мне хорошо где мне плохо и я понимаю что я в храм хожу и все что вы в роликах рассказываете что невозможно помолиться тут тебя толкнут тут свечку тут да и сама постоянно бывает часто опаздываю и ой что попало происходит нет трудно это все как не надо по я чувствую что-то не так и надо это все понять это все вникнуть и для человека два главных вопроса первое родиться свыше получить новое рождение и тогда вопросы все отпадают потому что у тебя дух божий будет побуждать как никакой секте не склоняйтесь там бывают харизматы на украине там всякая мерзость только православные найдите где московский патриархат остальное которое украинские там филарет денисенко патриарх называет это его его уже с него сам сняли придали его на пимон что делал то местное я ничего не могу сказать кроме того что было но к нему я бы не пошел ни под каким видом мне даже фотографии его не нравится такое поехал уже просить в америку против россии но разве это годится русские украинцы мы никогда не различали для нас это была одна страна у нас у каждого почти украинцы жены упрямые такие все на эту тему мне даже не с кем поговорить потому что я думаю как вы но поговорить на эту тему на господь смотрит будете ходить в храм вот у меня знакомые какие будут я вам тогда подскажу подскажите я могу назвать киев харьков одесса николаев во всех но там другие где-то я везде подарил свои 38 томов книг которые у меня вышли 38 книг мы проехали по украине до майдана за год так что если где-то рядом будете ну можно у меня тут и типография рядом я же даже думала может как-то распечатать их чтоб в типографии потому что купить ну это дорого очень я смотрела цены я там у вас это не как распечатать если с разрешением с вашим но тоже это мне надо смотреть варианты во первых но тут деснянская правда у нас рядом есть чтобы распечатать это дороже обойдет если вы бороться здесь здесь какие-то книги где-то может маленько подпорченное там что бесплатно я вам мог бы дать подарить когда приезжают люди я еще имею такую возможность но книги почти кончаются тысячи экземпляров но 600 городов мы проехали с миссии специально машину купили от владивостока до лиссабона от тихого долтанчистского океана прошли скандинавию прибалтику и север 600 городов и крупных сел я везде дарил книги каждый комплект 750 евро а это бог положил на сердце позволил книги эти написать ответить на вопросы эти книги не просто книги они гости столетия вперед шагнули сегодня только начинают люди считать и строй с тройного захода только начинаю понимать говорю так неужели все так я подтверждаю библии библия это слово божие называется или священописание у нее три названия говорите я прям чувствую что они мне очень нужно эти книги даже если я сейчас их не пойму может быть я до них дорасту они а я боюсь я потом просто их не смогу никак достать они кончаются кое-что я бы подарил раз приехали а это дорого будет у вас деньги то есть нет но надеюсь на бог ну как я вот занимаюсь же хореографии а сейчас летом уходим в отпуск и я тут немножко рисовать начало я перестала танцевать и начала рисовать и мне вот предлагают работу памятники камни портреты выбивать вот тоже хотела спросить можно нельзя я вроде как чувствую может и можно тут еще туда нету еще надо короба так хороший да хороший значит посмотрите тут выбирать не будешь злой или какой человек вы работаете и вы тут еще не проповедуете ложного потому что это его образ его надпись хульные слова только не писать нигде чтобы не было там хулы на бога и на церковь я вот думаю этот вариант да сами посмотрите потому что ну вот еще сколько мы побеседуем через месяц примерно но если так все подойдет будьте серьезно очень тогда я вам дам выход на этого человека и игнатов сергей егорович он юрист ему можете обращаться за вопросами с украины и одна девушка но она учится в университете очень грамотная очень она у нас чат идет я вам скину данные нашего чата завтра у нас самое длинное богослужение нас не будет среду пятницу воскресенье и вы присоединитесь заранее там написано как сделать чтобы вас подключили у нас идут занятия и вы будете присутствовать три раза в неделю но я как раз это время работаю у меня по вечерам работа же я с детьми танцы 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 я смотрела я хотела но воскресенье то не работаете же воскресенье нет ну вот я вам скину данные править а вы тогда сами решите как вам удобно будет давайте какие вопросы главные спросить хотела по поводу мужа вот я вот недавно развелась мы-то не жили уже долго очень я сама ребенка воспитываю официально только от бог на сердце положил я недавно развелась я очень долго сопротивлялась мне кажется неправильно было разводиться там лечу что-то много попыток делала ну я сразу не спросил вы наши ролики это смотрите моя везде спрашиваю вы не против что мы выставляем в интернет ну вот я вам писала что я не знаю как этому будет как на работу повлияет никак никто там опер не зато потом еще не было как что за то что мы поговорили мы разве говорили против порошенко или что-то я открываюсь еще открывайте вы ничего не открывали еще я спрашиваю не против не против не против если против я сразу лавочку эту закрываю у нас нет ничего тайного тайной вы задержите там за зубами за губами мне тайны не нужны мы конкретно говорим на этом люди слушают и учатся как вы нашли так и вас найдут вот это я только начинаем я совершенно другая была и так поймите нам скрывать нечего и никакой тайны что мне никогда не говорили хорошо я вам прощаться кину вопросы какие есть самые такие прям необходимо сегодня 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 нет нету ну вот значит найти где храм ближайший московского патриархата и туда ходите и узнаете там изучают слово божие где-то или нет куда-то какой-то группе прислонитесь вот смотрите есть три храма у меня тут возле меня рядом которые могу ходить даже четыре и я вот не могу определиться а как вы спросите зайдите священника там не надо они говорят московская вроде патриархия но есть один храм там где и на службе прям евангелие читает и все и мне сказали туда не ходи потому что это обновленцы но это я не про это не знаю главное что когда будете в храме и священник будет поминать скажет святейшего патриарха кирилла вот туда идите кирилл это московский патриархат обязательно они его произнесут у меня в украине были очень хорошие друзья и сейчас так и поддерживаем главное украину так вот разделили сейчас но мы никогда не отличали украину киев мать всех городов оттуда всегда туда ехали киев пещерскую лавру и я там был у нас украина никогда не считаешь она это отдельно там ну понятно армения там далеко узбекистан там мусульмане а то киев да как он даже мы не знали что разделение у нас все было едино единая молитва идем вместе вместе причащаемся с ними и не надо было разделять украинские другого другого не было они все были православные а там есть униаты и прочее у нас этого нету так вы сами подумайте что вас больше всего интересует на большинство то вы найдете я вам данные сразу скидываю показал там где сайт где маленько займитесь этим делом то разгребить а там на сайте справа вопросы я отвечаю и вы посмотрите что вас интересует больше патриархии дети воспитания там путешествия евреи папка а там только я видела я смотрю я заходила читала да она откроется теперь к ним вопрос открывается ответ там ваш ответ ответ это я три программы вел регулярно там телевидение ну очень много вопросов и часть вопросов я тут ответил прямо из жития святых беру или поэзия мира очень-очень богатый у нас сайт там 50 книг аудио мной насчитано только конечно самое чисто это архипелаг гулаг и библия это я уже насчитал на компьютер но ничего нету больше я готова вас слушать долго ну давайте расстаемся все да а когда можно в следующий раз ну когда можно следующий раз но вот зайдете когда в этот на занятие воскресенье вот в это мы вы увидите там дальше может быть и спросить успеете там буквально минутку секунду какую-то тогда я скажу когда через неделю допустим хорошо стараюсь сегодня выставить это ночью у меня медленно закачивается и вы посмотрите и спросите как тебе ничего не против ты потому что когда я выставлю сейчас а лагерь и вы будете смотреть вы воображайте чтобы уже среди нас находитесь ни под каким видом без разрешения даже из ума выкиньте ну все пока с богом спасибо с богом давай у и Продолжение следует...